Были люди с разными травмами, мне как врачу было тяжело на это смотреть. Какие осколочно ранены. Избивали так ночью, что женщина кричала вообще нереально. Многих били, парней очень сильно били. На сегодняшний день я не чувствую рук. То есть они полностью немягшие. Вот тут перелом будет по-другому. Слышно открыл дверь, толкает тебя в спину, ты поднимаешь голову, и такой, знаете, резкий свет бьет в глаза. Страх, паника, бежать без оглядки просто, потому что сразу в голове, что тебя сейчас обратно туда затащат. Все, ребята, езжайте домой. Все будет хорошо. У нас было 127. Дворик – это такое пространство, огороженное высокими стенами, с бетонным покрытием внизу. Наверное, максимум 8 на 8 метров. Все, там, в принципе, ничего не было, никаких скамеек там не было априори, никаких удобств там не было. Весь день до вечера мы провели в этом дворике. Спать там особой возможности никакой не было. Сидеть, ну, можно было, если там кто-то раступится, там можно было сидеть. Были люди с разными травмами. Мне, как врачу, было тяжело на это смотреть. Когда к тебе приходит человек, спрашивает, вот, расскажи, что у меня, ты видишь, что у него, а помочь реально ты ему не можешь. То есть люди со сломанными руками были, с обеими предплечьями. Молодой мальчик был, у которого, ну, без УЗИ тяжело определить, но на 100% уверен, что были тяжелые ушибы обеих почек. И вероятный отрыв мочеточника или разрыв мочевого пузыря, потому что мочиться он пытался по 5 минут. У него очень тяжело это получалось. Мальчик, у которого говорили, что у него там в кармане нож нашли, и ему штук 6-7, как минимум, ребер сломали. У него вся спина была синяя. Хлопец один был, у него была сломана голень. Когда водили людей на суд, нам запретили ему помогать, он со сломанной ногой так туда и пошел. Человек был, у которого был диабет, он просил как бы врача, ему нужен был инсулин. Понятно, что даже никто и не ответил на просьбу враче. Единственное, вот как раз таки, наверное, единственный он, чем я хоть как-то смог помочь, это когда первый раз сбрасывали нам воду. На 127 нас человек, где-то раз в 4 часа сбрасывали несколько бутылок воды. Вот просто он выходит на балкон. Отзиратель, и полные бутылки бросает просто на голову. Я первую бутылку словил, по крайней мере, я напоил его, и ему чуть-чуть подвергче стало. Сегодня избивали так ночью, что женщина кричала вообще нереально. Мы все в синее, все зеленые, полностью все, как в скотобойне. Целую ночь мы лежали просто на земле в лицо, к завязке, и это просто нереально. Я могу дать большой развернутый интервью. Подожди, еще. Покажи. А это чего? Это с нами здоровались с утра, знакомились каждый раз. По сравнению с остальными людьми, у меня, в принципе, как таковых повреждений нет, ни переломов, ничего, но у меня были проблемы со спиной. На сегодняшний день я не чувствую рук. То есть они полностью немевшие. Из-за того, что, да, первый удар, вот, как только меня заводили в токзак, когда ударили по шее, вот, это все началось. Страшно было везде, но по-разному. В РУВД у меня был страх, но еще и была надежда, то, что сейчас это все закончится, сейчас нам дадут административные штрафы и отпустят домой. Вот. Когда нас повезли на окрестное, тоже был совершенно другой страх. И я говорю, я слышал эти крики, и я видел, как избивают людей. Там уже зарабатывало чувство самосохранения, и там надо было конкретно думать, как не получить, как правильно бегать, чтобы в коридоре, чтобы тебя сотрудник ОМОНа не мог ударить. Если в РУВД я еще как-то думал о других, там я думал только о себе. На окрестное время как-то тянется непонятно, я даже сейчас не могу сказать, сколько точно я пробыл. Многих осудили, многих нет. Меня привели в кабинет к судье, тот меня опросил и объяснил, что у меня есть доказательства, что в это время я был совершенно в другом месте, и что у меня есть договор. Он сказал, ну если у моей папки этого нет, значит этого нет. Спросил, есть ли у меня дети, я сказал, да, он говорит, сколько? Я говорю, одному два с половиной, и второму тринадцать. Он говорит, вот тринадцать тебе тогда суток и дадим. Я не могу найти своего сына. Я хочу узнать, почему вы его задерживаете, и не дается мне уступать их делу. Ночью началась перекличка, и всех, кого они осудили, просто отпустили. Нас не кормили, воду не давали. Как только привезли нас, начали, там, это же девушка, женщина, я не знаю кто, нас дует дубинками по ногам, вот. Сами работники окрестина, вообще как, я не знаю, как к табуретке, которую пинать можно относились, то есть они не как к людям. Вот, держали на бетонном полу нас, тридцать пять девочек, по-моему, да, в таком комнатке под открытым небом, в клеточку, вот. В туалет там же ходили. Ну вот и мы ночь там спали друг к другу, прижавшись. То есть, ну, даже нечего было подстелиться. То есть мы снимали свои, кто обувь снимал, кто кому отдавал байку, вот клали под себя и садились, чтобы не спать на бетонном голом полу. Ну, то есть это было ужасно. Многих били, парней очень сильно били, девушек кого-то били сильнее, кого-то меньше. Мне эта белобрысая по ногам дала, чтобы я ширину ноги расставила, она мне начала дубинкой лупасить по внутреннему колену, вот, с той стороны. Догола раздевали меня, то есть капец был полный, я не знаю, ужасно. Когда нас привезли, в основном там на парней больше они ориентировались, то есть к девчонкам они, нас мало было именно в тот момент, когда нас привезли, поэтому мужики к нам особо и не подходили. Один только там какой-то успокаивал, а я там, я истерила просто там очень сильно. Он что-то меня успокаивал, хотела ответить, но передумала, что там успокаивать, куда успокаивать, если я не дома. Ну вот, ну так, в принципе, ничего хорошего. Коли вы ходили, какие отшивания были у вас? Страх. Страх, паника, бежать без оглядки просто, потому что сразу в голове, что тебя сейчас обратно туда затащат. Вот, боялась людей, волонтеров, которые вокруг стояли, я просто боялась уже к ним подходить. Вот, потом, ну, и следующие, последующие дни я боялась из дома выходить. То есть вот такое вот. И мне везде казалось, что меня везде поджидают они, что обратно опять туда заберут. Там я, ну, не поломался, то есть я слабину какую-то не давал, но, естественно, где-то немножко как-то прогибался под систему. Ну, я говорю, я понимал, как надо себя вести. Сцикло? Ну да. То есть я корил себя за то, что я не могу кому-то помочь, ну, то есть, ну, потому что я даже себе не могу помочь. Ну, в общем-то, я думаю, что все, кто там был, все ощущали примерно такие же эмоции. Что отшиваешь, когда выходишь, если ты уже вышел со Слуцка, да, и вот, когда ты вертаешься до дома, что ты в этот момент отшиваешь? Я не знаю, как правильно ответить на этот вопрос. У меня, кроме злости, не было ничего. Я, конечно, был рад видеть свою семью, детей, но это чувство, это чувство, наверное, уже никогда не уйдет. То есть разделилось до и после. Где-то, наверное, в час ночи к нам пришел, видимо, либо старшая смена, либо начальник СИЗО, сказал, что высокий милицейский чин сейчас придет к нам в камеру. Это был Барсуков, попросил нас развернуться к нему лицами, потому что там порядок такой, что когда ты слышишь, что дверь либо стукнули, либо начинают открывать, все должны встать и развернуться лицом к стене встать. Зашел Барсуков, он задавал вопросы, ну, понятно было, какие ответы он хочет услышать. Например, он спрашивает, били ли вас в камере? Нет, нас в камере не били, да, нас на улице били. И мне было очевидно и ясно, что все люди, которые находятся со мной, они очень хотят на волю. Мне, опять-таки, повторюсь, было, что сказать по этому поводу, но если начал я выступать, то остались бы там все. Поэтому все громко сказали, там, нет, нет, нас в камере не били. Я промолчал. Он спросил, кормили ли нас. Все опять-таки сказали, да, нас кормили. Нас кормили за эти три дня один раз, когда я попросил принести нам еду. Нам сначала поднесли в железных кружках такой, знаете, школьный чай. То есть он прозрачный, там было просто, наверное, полстакана сахара. Ну, вот, наверное, это единственная пища, которую я с удовольствием там принял. Да, я выпил этот горячий, он был горячий, сладкий, некрепкий чай. Это то, что надо было в тот момент. Потом закинули штук, наверное, шесть буханок хлеба. Уже к моменту, когда нам его дали, он уже был с плесенью. И видно было, что это старый просто хлеб, который замешали с новым. Половина была с плесенью, есть его было совсем невозможно. И дали по тарелке каши на воде какой-то, ну, настолько мерзкой, что я понял, что я лучше еще поголодаю неделю, прежде чем есть эти продукты. И, в принципе, человек достаточно долго может обходиться без еды. Я думаю, ну, если надо, там, и 15 суток, ну, это есть невозможно абсолютно. Все, да, сказали, кормили, но я, опять-таки, промолчал. Он нас предупредил, чтобы мы, как бы, больше не попадались, что вот сейчас, как бы, в городе неспокойно, там, к утру станет спокойно, нас всех отпустят. Сказали, что вещи пока не отдадут, там, через 2-3 дня приходите за вещами. Наверное, к 4 утра повели, опять-таки, вниз. Там нужно было называть свою фамилию, тебе давали подписывать бумагу. Человек передо мной спросил, а можно прочитать ему? Предложили, ну, вернись в камеру, там, 15 суток, читай сколько угодно. Судя по шапке, это было, ну, прокурорское предупреждение о том, что я предупрежден об ответственности за участие в митинге. И Барсуков тогда сказал, что попадетесь еще раз, там, пойдете по полной. Ну, во-первых, мне порадовало, единственное, что, ну, голос у него дрожал в тот момент. То есть, ну, тогда были те дни, когда оно все вот так вот балансировало, и непонятно было, чем закончится. То есть, видно было, что этот человек боится. Мы на улице простояли, когда нас привезли часа три. И вот с шести, наверное, вечера, может, или с семи нас поместили туда, и до трех ночи мы там без воды, без ничего вообще сидели. А суд был у вас? Нет, суд должен был быть утром, нас спустили в три ночи. Вот, без денег, без вещей, без ничего, просто выкинули за дверь. Там уже волонтеры подобрали и довезли до дома. Предупреждение смело подписал. И помню, что, вот, когда нас ввели от здания к этому, к воротам, это было где-то в районе четырех утра, наверное. Я себе слабо достаточно представлял, даже в каком районе я находился, Акрестино. Когда я с ребятами в камере сидел, они там сказали, ну, там вроде там метро Михайлова рядом, там нужно там туда-туда пройти. Я думаю, ну ладно, там сейчас выпустят, там эта темная аллея какие-то будут, там поддерживая штаны руками, потому что ремень забрали, там найду, может, какого прохожего, там раннего, телефон попрошу, или там попросим метро пустить бесплатно, когда начнет ходить. Вот и до, вот эти деревья темные над стеной, вот этой четырехметровой, там тихо-тихо вообще за стеной, вот, гремя ключами охранник открывает эту дверь, у тебя все это время там голову опустить, ты не видишь, вот он слышно открыл дверь, толкает тебя в спину, ты поднимаешь голову, и такой, знаете, резкий свет бьет в глаза, тебе там четыре, там шесть рук просто выхватывают оттуда, закутывают в плед, ты поднимаешь голову, там человек 300, наверное, стояло в авансерах, сразу и телефон дают, и горячее питье, сигарет несколько там подкуривают, зубы судьи. Я тогда вот оттуда позвонил супруге, она даже меня по голосу не узнала, она меня до того времени в Жозино ждала, она... Никто не дал ни мне им сказать, ни им не сказал, собственно, в каком месте я нахожусь. Логично, что вышел в состояние немножко нервного напряжения, в том, что... Ну, сил у меня на тот момент еще было достаточно. Кстати, мне не хотелось ни спать, ни отдыхать. Более того, я увидел машину скорой помощи, я снял с себя плед, я побежал к ней, открыл дверь, там в это время фельдшер рассматривал какого-то пострадавшего, я говорю, что я врач скорой помощи, я готов работать. Вот только вышел, у меня руки-ноги целы, я могу помогать, говорю, давайте помогу. Она ко мне повернулась, у меня слезы вот так вот льются, и меня хватают там три мужчины, говорят, что... Ну, они уже четыре часа стоят, ждем пока кого-нибудь отвезти, наша очередь подойдет, говорит, вот ты по нашей очереди, все, говорит, поехали. И они меня оттащили, повели к машине, я говорю, так мне ребята, говорю, далеко, как бы колодичь, они говорят, ну, хоть новополос, говорит, нам все равно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok